Что может быть общего у пляжа на Сейшелах, Техасского ранчо и бизнес-офиса в Израиле? Все они создали изрядные проблемы организаторам с назначением дня голосования. С вами Тимофей Вагнер и программа «Фактор выбора» об удивительных и иногда шокирующих избирательных традициях. В ближайшие пять минут вы узнаете про медлительных американских фермеров, деловитых израильтян и выборные каникулы на Сейшелах. Начинаем! Как же, наверное, приятно понежиться на белоснежном песочке под пальмой. Поплавать в лазурной водичке где-нибудь на Мальдивах или Сейшелах. А теперь представьте, каково здесь организовывать голосование. И я сейчас не про голосование в Доме-2. На Сейшелах обитаемыми считаются 33 острова, раскиданными в Индийском океане. На некоторых из них проживает всего несколько десятков человек. И избирательные комиссии на лодках объезжают пляжи с избирателями. Поэтому выборы там длятся три дня. Долго голосовать любят также в Чехии, Латвии, Сербии, Италии. Индия в 2004 году проводила голосование аж четыре дня. Но рекорд принадлежит еще одному островному государству – Фиджи. В 2006 году там не смогли уложиться с выборами даже в неделю. И голосовали восемь дней подряд. Думаю, что жил бы я на Фиджи, то только радовался таким каникулам. А вот в Израиле выборным выходным рады далеко не все. Даже в таком вопросе израилетяне подтверждают свою деловую хватку. Выборы в Израиле традиционно проводят по вторникам. Причем не абы какой вторник, а исключительно в третий вторник месяца Хешвана. День голосования власти объявили выходным. Но вторник – это не шаббат. Магазины не закрываются, автобусы продолжают ходить по маршрутам. То есть тысячи людей выходят на работу. Власти обязали работодателей платить двойную оплату. Почитав шекели, бизнесмены Израиля возмутились. С 2018 года выборы в стране проводились аж пять раз. Теперь предприниматели требуют у властей компенсацию своих затрат на двойную оплату через суд. И отступать они не намерены, пока не вернут свои деньги. В общем, выборы выборами, а терять деньги деловые люди не намерены. Американцы тоже люди деловые. И местный бизнес также может надавить на власть. Но выборы здесь проходят по вторникам именно потому, что так захотели сами избиратели. И это не просто прихоть, а традиция с дикого Запада. Впервые на этот день выборы президента назначили в 1845 году. Тогда США были аграрной страной, и властям приходилось подстраиваться под график фермеров. Воскресенье – день посещения церкви. Среда – день ярмарки. При этом фермы и ранчи были раскиданы по большой территории. Поэтому понедельник оставили на дорогу до избирательного участка. А вторник – на голосование и обратный путь. Ох уж эти американцы с их традициями. Среднестатистический фермер Билл давно сменил свой фургон на Кадиллак. Но день на дорогу к избирательному участку никому не отдаст. В России с ее просторами тоже сложно организовать выборы. И в удаленные уголки нашей страны избирательные комиссии начинают ездить заранее. Но традиционно основное голосование проходит в один день – воскресенье. В этом году единый день голосования назначен на 19 сентября. Но проголосовать можно будет также 17 и 18 сентября. Ну а что? Исполнил свой гражданский долг утром пятницы или субботы – и можно ехать за город отдыхать. Это был «Фактор выбора». Меня зовут Тимофей Вагнер. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова